всем добрейшего утро пятницы 17 июля хорват доски возит видите вы не доски бревна доски говорю я вчера спать ложился он еще сидел там что-то все кино смотрел автономку включил замерз абсолютно не холодно мокро да но не лучше пусть будет так и это рэв там завелся заводится и заведется сейчас до слышится рэв завелся вот пусть лучше будет так чем жарко но недолго музыка играет уже где-то во франции будем стоять в лионе там нас уже тридцатничек ждет он еще с очка черненькая стоит в уголочке пойдем посмотрим заодно на стадион днем глянем да тоже 500 а с 500 черненькая огонь вообще красотка серп красавица а вон музей вон видите самолет вот там музей он concord виден вот туда мы сегодня сходим сейчас время здесь минут седьмого утра музей с девяти сейчас тут пока туда-сюда походим по колесам постучим иммигрант сказал тут охранник вчера подходил не охранника этот сборщик дани по-русски лучшим я лопоча подходил я говорю во сколько он с 9 ну отлично шефом согласовали спешить некуда репети сходи конечно давно хотелось поэтому сейчас пока умоемся привезёмся в порядок позавтракаем сходим в музей и после этого пошлепаем дальше где-то там стоит кормилица двигаем в музей тут все рядышком вон он вон конкорды виднеется так кстати не синг не сингхейм а занзхайм так что хейтеры не надо умничать я сам исправился но я думаю там будет интересно время как раз девять утра вот мы и дошли я так понимаю нам сюда катки старинные да интересно так вот тут сам музей на него заходить тут можно и так я что не понял а кому деньги платить ты чё бесплатно что ли бесплатно вася на случаях мне никто не обидеться напугали 15 евро вообще огонь люблю халяву алло это чё типа скелет и чё такая ящерица была а наверно снаружи бесплатно а внутрь наверно уже за денежку сейчас разберемся это что ил что ли я так понял туда можно и внутрь попасть сейчас пойдем зайдем а там вон видите там конкорд а там ту-144 болгарин эйр транспорт класс это чё оранжевенький такой люфтганза о видите на чем летали в свое время вот так туда походу там закрыто а так он можно было и туда подниматься я бы конечно в конкорд бы зашел может быть если деньги заплатим то и зайдем сейчас разберемся сейчас наружу все посмотрим ну пойдем сюда попробуем а не там наверно так 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 чтоб туда попасть получается 1 евро стоит или что наверно наверно сюда кидаешь и вот сюда заходишь правильно ну да сейчас попробуем у меня есть еврик копейками нет друзья копейками не принимает видите еврик ему кидай еврика у меня нету из мелочи беда беда ну вон касса написано пошли посмотрим что почем и куда тут идти может быть там заплатим и потом можно будет туда внутрь то попасть я надеюсь или там нужно будет еще дополнительно доплачивать все вход стоит 17 евро так ну ей что-то в этих а я не знаю да вот эту наверно надо закидывать да что ты надел с ней что-то я не поймал я просто не той стороной вставил ну что пошли смотреть вот это о видите какой дальнобой должен быть форт модель вот это тачка полуприцеп такой серьезный класс а еще лучше который он везет хе-хе-хе вот это супер да огонь да 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 огонь да сколько тут всякого раритет девятьсот двенадцатый год а это гоночные гейсы она же юсей написано 930 прямо так вот в грязи вымазали и все я почему-то думаю что мы здесь за час не уложимся а о тачки такие и здесь и часа тут мало тут надо часа три сорок шестой год шевроле сорок первый год какой красавчик до семидесятый harley дэвидсон форды шевроле корвет еще один harley а это видится гоночные еще сих все вот эти работники натирают даже формула-1 все дела или это болит не формула-1 а тут какие аппараты стоят не браться конечно так сильно долго задерживаться не буду тут день можно я так думаю ходить не спеша все обойдем посмотрим ford gt спортивный шевроле корвет все такие тачки а у а это что за чудо техники такое вот это вот это шо за зверь такой а это просто его подняли чтобы посмотреть что там внутри что там внутри обалдеть это уже американские пошли ордей ордей какие тачки сейчас вы на такой проехаться в а огонь крайнслер 54 год 55 форт шевролик корветт а о копы на какой ездили galaxy 500 что там форт да ford galaxy 500 форт да форт да форт да Еврик кидаешь и паровоз запускает. А, чуметь. А, чуметь. А, чуметь. Такая система поршней. Да. Ладно, нет времени. Еще столько всего надо посмотреть. Пошли дальше. Peugeot 2003. 2003. 53 год. Так, ну там какие-то велосипеды. Ну тоже сейчас сходим посмотрим. Ох, ё-моё. Вы только сюда посмотрите. Пойдем, я даже не знаю по какому кругу. Пойдем вот по этому. Это немецкая техника. Солдатики явно не немецкие. Это пиндосы по-моему. Ну, Африка. А может это немецкая, наверное. Это у них просто такая в Африке форма была. Что-то я не пойму. Не, это не немецкие солдаты, какие же это немцы. А, там это по переработке дерева. Давайте заглянем по-быстрому. Какая-то деревообрабатывающая конструкция. Ага. Тоже старинненькая довольно-таки. Даже можно посмотреть как работает. Но нет у меня евриков. Может кто-нибудь кинет. Мы посмотрим на халявку с паровозом. Если б я знал, я бы запасться ими. Пошли дальше смотреть. А вот мины, бомбы. Вот это уже на немцев похоже. Да. Все. Это уже видно, что фрицы. Форма значит. Ну-ну. Две кули не видать пиндосы. А это вот немецкая. Да. Такая, такая. Вот это вот. Видите, даже в шордиках. А, это девушки у вас. Простите, пожалуйста. Хрен на себе. Бомбочки. Офигеть. Такая штуковина. В землю лестница. Дам. Зенитки. Да нифига не понятно, что написано. 40-ой год. А вот это знаменитый тигр. Вон как его конструкция внутри. А вот как он выглядел снаружи. Да, это была зверская машина, конечно. Бьюик. Шерман. Пантера что ли? А, нет. А, это вообще, это и американский Шерман. Елки-палки. Точно. Пиндосовский танк. А, это двигатель. Ну, не что такое, сука-ка был. самоходки немецкая американская о это что это ж наша это наша родная т-34 очка а это вот что было с танком после вот видите на что он похож это вот после того как подбили то внутри там все сгорело соответственно экипаж тоже вот это движки я понимаю на сканью поставить посмотрите офигеть пошли дальше здесь уже вот двигателя у самолетов какие были он тусов даже написано англа кукурузник уазики газ 67 b вот еще одна немецкая это самоходка а это вот остатки самолета получается после крушения все что от него осталось вот так он выглядел аэрофлот огонь к 26 юнкерс ю 88 а это юнкерс ю 52 что там где у нас песни поет ну да вот сравнить тигр смотрите какая мощь и наши первые т-34 они как слону дробинка были для этого тигра не мало миг пятнадцать наш а это облада он 2 уже смотрели ну что идем дальше тут уже пошла какая-то вообще непонятная техника дачи трактора что ли это вообще он по поэтом по железной дороге нужно было ездить вы ездила свое время это первые паровозы все 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 понял первые машины не первая но автобусы вот такие были чудо техники паровой она мне руль нравится гидравлики не было покрутить это такое рулевое колесо с ума сойдет или вот это покрутите его очумеете а а тут даже не колесо крутится тут получается крутишь вот этот вот и он как бы изгибается пополам не колеса поворачиваются он сам поворачивался вот этот вот хрень вот это я так понимаю это кто первое асфальтоукладчики ну дальше пошла техника это что за звер пантера сейчас мы ее рассмотрим вот это зверь блин нету двух евро сейчас мы посмотрели что она тут делает вот это зверь вот это зверь да здорово она стоит 17 евро все это посмотреть конечно тут надо времени часов пять по нему погулять здесь вот на суточный зависнуть до прийти и не спеша все тут обойти какой зверя кэт трактора и не спеша здесь все обойти и рассмотреть а это что за чудо техники чё ты я такой интересно зенитка на какая-то самоходная это мессер бф 109 мессер шмидт бф 109 мессер шмидт бф 109 ну и тут все его данные вот описанные но тут по-русски нет дубляжа емано и тигра завели точно людей нашлось 2 евро смотрите даже можно башню управлять не еще 7 может он еще и выстрелит все все а это какой-то мнс 360 не знаю такого чей то вообще какой нибудь английский наверно бомбардировщик бомбы опять завели тигра ладно мы уже не пойдем надо было повербанк с собой брать у меня уже камера садится батарейка слабенькая чувствую остаток экскурсии придется снимать на телефон бомб 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 это что старт фиктор какой-то щеля не могу прочитать ф-104 а тоже по-русски говорят ф-104 бомбардировщик но это немецкий но это уже посовременнее а это кто что за зверь а это юнкерс ю-52 господь а это фокки вульф сорокового года все тут же юнкерс 52 здоровый такой а тут видите за еврик можно даже наверное этим самолетом по управлять что ли ну да он наверное вот подыматься будет опускаться так что если вы вводите в музей Синсхайм соберетесь запасайтесь евриками ну и временем соответственно и то и то вам пригодится а это лесопеды это что за бункер это что за бункер ред буловский болид ред буловский болид вот как то так быстро по времени ну поверьте тут есть на что посмотреть ручку подарили на входе правда я уже умудрился сломать техник музеем Ладно меня интересует другой вопрос как нам есть ли возможность попасть все как все я хочу попасть внутрь ту 144 внутрь конкорда сейчас пойдем пробовать как бы здесь я в темпе вальца все обошел посмотрел что смог доснял показал Пойдем попробуем Получится не получится попасть Не знаю Полтора часа потерял Ну уже вот здесь нахожусь Вот Пойдем попробуем Нет значит нет Время уже 11 час Как ни куда все равно ехать надо На выходе видите Куча всяких сувенирчиков можно купить Ну это да Редбул ну это 98 год Куча всего Какой нибудь магнитик может Как память Кружки почем Кружки мининами этих кружек уже Каких хочешь Какой нибудь магнитик бы да Было бы Как память Посещение музея Что-то тут я их пока не наблюдаю Вот макеты стоят Макет конкорда Нормально так 229 евриков Ничего Огонь Люфтганза наверное подешевле да Ну да 55 Знаете нижний счет по 20 А тут вот всякие брелочки 6 евриков ручки У меня ручка есть О точно Ну ручка ручкой Надо магнитик поискать Ну вон же ходят люди вон там Каким-то же образом они туда попали Сейчас и мы пойдем Попробуем Взял вот себе магнитик вот такой Знаете сколько стоит Во Офигеть С ума сойти 4 евро Туполев Ту-144 Да А это конкорт Короче пойдем Попробуем Каким Если там правда не надо Денежку бросать Если надо то То не знаю То в следующий раз Запасусь деньгами Не знаете Павильон 2 плюс 3 По идее Меня должны запустить Да Ой Ёлки-палки Это тут еще смотреть Не пересмотреть Пожалуйста Погнали дальше Так Пошли сначала Вот наверх Конкорд Туполев А потом Это все внизу Будем обходить Все Мы наверху И сейчас мы там Внутри Побываем Правда Снимать придется На телефон Камера сейчас Разрядится Пока снимает Пойдем Сюда Заглянем Это Кстати Кто Опа Ага Вот так Здесь кресло С одной стороны Что ли Как это Нет С этой стороны Тоже должны были быть И видно По центру Проход был Просто сделали Чтоб удобнее было Людям проходить А вот там Кабина пилотов Запах стоит Здесь все чисто Все убрано Видно Что с порошком Моют Класс Туалет Ил 74 Р П Илюшин 50 30 Год Ну Для 53 Года Конечно Огонь Согласитесь По бокам Сиденья Были Вправо Наклонены Кабина Пилотов Идем дальше Дуглас ДЦ3 Опа Вот как тут было Да Кабинка Такая Тут Ну Это Дуглас 51 61 Год Нет Подождите Это Юнкерс Это не Дуглас Дуглас Вот он Господи Извиняюсь Это Юнкерс Ю52 Дробь 3 Там Канберра А Дуглас Вот он Тысячи Извинений Да Что-то Сейчас мы эти Обойдем Чтобы потом Получить Как говорится Полный Кайф Вот от Тех Двоих Красавцев Ой Падаю Усенька Так Что А Здесь могут Детки Спуститься Ну Мы не Детки Поэтому Пойдем Пешком Погнали В Конкорд Ничего Так Турбинки Правда Добро пожаловать В салон французского Сверзвукового Самолета Конкорд Который Разбился В аэропорту Шарля Дегуля На взлете Ужасное Ужасное Зрелище Запечатлела Камера Жены Водителя Грузовика Это единственный Видеоматериал На котором Можно увидеть Горячий Конкорд Выглядит Вот так Конкорд Выглядит изнутри Выглядел, вот сиденье видите, там, там, здрасьте, куда залетим, фу, я уже запыхался, шалом, ну, как-то так, все в гору, вот так это выглядело внутри, капитан, второй пилот, штурман, ну что сбылась мечта идиота, сейчас 144 пойдет, а теперь посмотрим на наш ответ Чимберлену, так, здесь уборку проводят советский реактивный самолет, в горку сверхзвуковой. Сделано в СССР, тоже, кстати, падал. Надеюсь, вы долетели, судары. Кабина пилотов Ту-144. Как говорится, граф де ля фер перед вами. Друзья, ну вот вы и побывали в салонах двух сверхзвуковых реактивных пассажирских лайнеров. Как говорится, почувствуйте разницу. Этот советский, тот французский. Я, если честно сказать, особо никакой разницы и не заметил. Они практически похожи друг на дружку. И оба уже свое отлетали. Этот, точно знаю, Шарль де Голли упал на взлете. А этот тоже где-то упал. Надо смотреть, не помню, если честно. Вот, пойду еще сюда. В эту часть музея спущусь. Посмотрю, что здесь. Честно сказать, уже времени потрачено просто море. Поэтому... Так, вам немного для интриги сверху все это дело покажу. А если у кого-то будет возможность, приедьте. Поверьте, вы не пожалеете. Получите массу впечатлений и удовольствия. От всего того, что здесь представлено. Это вот макет показывает, как его транспортировали. Его приволокли на барже. Конкорд. И потом вот цягачами, полицией, всеми делами доставляли сюда. Там еще куча фотографий есть, как его монтировали, устанавливали. Вот это, я так понимаю, наверное, двигателя Конкорда. Или не Конкорда. Смотрите, какие хреновины. Подчуметь. Колесики. Мишлен. Это точно Конкордовские. Все, братцы. На этом заканчиваем. Нету времени. Стоит он, наша красота. Огнем горит. Вибрации. Как-то так. Что смог, кто заснял. Ходил я там, ходить не переходить. Я за два с половиной часа там все бежал. Быстро. Бегом. Поэтому. Поэтому, как есть. Что если кто-то здесь будет. Советую. Особенно, если какая-нибудь выходные. Советую сходить. Оно с того стоит. 17 евро. Абсолютно не жалко.